Из окна квартиры семьи Ждановых Ивановская мэрия как на ладони. Только вот глаза бы на нее не смотрели. Сколько отписок за годы мытарств супруги получили от городских властей, региональных, госжилинспекций, управляющих компаний. Вспомнить страшно. В квартиру на третьем этаже по адресу Станка 10 Ждановы заехали в 1979 году. В первой же дождь выяснилось, крыша худая, с потолка течет. И вот уже почти 40 лет в этой квартире невозможно сделать качественный ремонт. Да что там, пообедать без штукатурки в тарелке. И то не получается. Вот здесь вот я готовлю. Вот видите, это все сюда мне летит иногда. Вроде сделали, а здесь вот что. А здесь вот это все, вот это все, вот это чернота. Вот посмотрите, вот здесь чернота. Вот обои все, они были черные, как вот та стена. Это я уже просто сняла вообще мрак здесь какой-то. Ну, так и видим, вот как вот. Что-то попало, что-то вылили. Потолок на кухне провис. Находиться здесь опасно. Хозяин ведет нас на чердак. Показывает сгнившие балки, которые вот-вот рухнут. Дом, по словам жильцов, аж 1865 года постройки. Жила в нем Купчиха. Теперь объект культурного наследия. Крыша всегда была шиферная. Ее коммунальщики, конечно, латали. В горбачевские времена даже меняли. Но все без толку. Слишком ненадежный материал. Когда тает снег, по стенам течет круглосуточно. Я частенько сам забирался. Пытался скинуть этот снег, лед этот. Как-то аккуратно старался делать. А когда приглашают уже со стороны рабочих, естественно, лобами бьют, пробивают где-то местами шифер по краям. Из-за этого, понимаете, получается, крыша пробита в нескольких местах. Потому что шифер есть шифер. Муза Федоровна живет этажом ниже семьи Ждановых. И очень им благодарна, что за эти годы они не допустили потопа в ее квартиру. Бабушка в 10-й дом по улице Станка заселилась еще в 1934 году. И сегодня ответственно заявляет, с комфортом никогда не жила. Несмотря на то, что обила порог ни одной управляющей компании. Вы спросите менеджера в нашей конторе, знает ли она, что такое стропила. Она хоть залезала на этот чердак посмотреть, сгнившие носители этой крыши. Ее же видно всю невооруженную глазу. Сколько можно избываться? Вот она устала мыть полы следами. Сколько можно? Почему такая у нас администрация равнодушная? Спросить у руководства управляющей компании город, как они допустили такую ситуацию, нам не удалось. Администрация, судя по всему, круглосуточно на выездах. По телефону в офисе никого не застать. Да и не будут латать на Станка крышу, уверены жильцы. На носу капремонт. Руководство рекоператора нам сообщило, в лучшем случае работы начнутся в декабре. А пока обслуживанием должна заниматься управляющая организация. На данный момент вся документация необходимая по объекту культурного наследия готова. В агентство конкурсов и аукционов пакет документации будет передан 30 октября. Соответственно, торги будут объявлены, как положено, через месяц на примерно 30 ноября. Ну, плюс-минус 1-2 дня на какие-то форс-мажорные обстоятельства. И, соответственно, после 30 ноября дается там у нас после аукциона 5 дней на заключение договора. И начало декабря это заключение договора. Дождь гораздо хуже снега. Поэтому зимой ремонт кровли возможен. Ну и, пожалуй, главная новость у объекта культурного наследия. Крыша будет металлическая. Согласования на использование данного материала вместо шифера получены. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.